алоха ребятки ну что сегодня у нас вот такая вот новиночка да супер крутой коробкой call out 2 в общем специально я дождался выпуска от многих блогеров до вилкин джон кальяна и так далее что они скажут об этой колодке ну и соответственно будем разми развеивать мифы то что они сказали в некоторых там моментах неправда на мое мнение опять же поэтому сейчас быстренько посмотрим on package как же там все внутри выглядит поближе и собственно начнем курить сравнивать и думать чё как зачем почему и откуда собственно ценник до такой космический так что подвигайтесь поближе и так ребятки вот как выглядит собственно упаковка коробка на поближе тут вот lotus 2 хит менеджмент девайс все как положено здесь у нас сайтик по бокам у нас нет ничего здесь у нас надпись сделала разработана с любовью в сердце детеныша единорода очень сильно дальше у нас патент и китайский патент серьезно вы думаете там не будут подделывать ну да ладно и так как у нас открывается эта коробочка просто как в айфоне вуаля но это типа очень круто сама коробка очень приятная тактильно вообще супер пупер листы тут все там за поролоне на и так далее реально типа кола вот по-моему это прям iphone в мире кальяна даже вот такую вот даже писульку записку они вот так вот красиво оформили да ну прикольно типа здесь у нас там вильям джеймс какая-то фразы типа ля-ля тополя здесь даже на русском написано держите этот серийный номер для гарантийного обслуживания снова патенты страничка в интернете с патентами предостережение что не надо подогревать калаут инструкции как использовать калады снова интернет страница ну да ладно движемся дальше это собственно сам калаут внешний вид у него просто супер пупер это у нас идет крышечка на крышечке есть вот здесь боковые такие отверстия за них интересную историю расскажу чуть позже и вот сверху такие вот боковые отверстия то есть у нас как бы крышка выполняет роль колпака скажем так копок колпак с крышкой в объединенной версии и собственно ручка для крышки да вот как раз в этот момент вставляется нас сама ручка и вот так вот это все выглядит используется но ручки я применения не нашел это типа очень зашкварно мне кажется и очень долго так вот ее туда вставлять прокручивать поэтому ручка у нас отправляется обратно в коробку коробки мы говорим до свидания собственно низ калауда чуть-чуть уже пострадавший от моих забивок в касание вот так вот он выглядит пупырышки до которые достаточно большие для того чтобы уголек не тух вот здесь вот расположены отверстия для тяги они уже не внизу а сбоку соответственно практически невозможно чтобы искра или пепел попали на табак в нашу чашку собственно вот так вот это все выглядит и тут сразу небольшой большое разрушение мифа видно да вот здесь сейчас сейчас даже наверно лучше вот так вот показать сейчас у нас крышка закрытая да а если мы провернем ее то у нас вот появляется небольшой зазор куда поступает воздух то есть это как бы приоткрытая крышка как было на первой колодке это как бы разрушить миф о том что теперь крышкой нельзя регулировать жар можно конечно не сильно глобально но тем не менее вот такая вот у нас в каждой истории есть дырочка отверстия для того чтобы холодный воздух поступал еще извне вот как то так это все вблизи выглядит конечно немножко уже он у меня видно что поюзанный немножко он красится но это все стирается буквально пальцем вот тут еще его не чистил не экспериментировал вот как то так передвигаемся подальше и посмотрим как это дело куриц ну что ребятки наша чашечка уже прогрелась поэтому взрываем и разрушаем мифы значит что касается первого мифа даже я начну наверное лучше с такой небольшой предыстории пока текстовые блогеры там видео блогеры так далее делали обзоры я старался как можно чаще курить именно на второй колодке чтобы побольше с ней вот попрактиковаться привыкнуть к ней ну и соответственно готов сейчас поразрушать немножко мифов что касается первого мифа это вместительность до колодки туда спокойно влазит 3 нормально нормально говорю все разогретых уголька не знаю почему многих складывается такое мнение что нет не влазит что их там надо прям типа наполовину сжечь на печке возможно это конкретно наш украинский уголь да я пробовал там несколько марок дома со всеми экспериментировал в том числе и краун и как бы нормально разогретый уголек туда три штучки спокойно влазит вообще без каких-либо проблем в принципе первый миф возможно только для украины но я думаю что разрушен второй миф что касается удобства до в работе ручка как я вам говорил в принципе особо не нужна покажу вам как я до приспособился не знаю такая болезнь у многих кальянчиков да все делать щипцами даже снимать с первой колодки крышку и в принципе как в первой колодке я снимал в основном крышку щипцами да не за ручку силиконовую также здесь вот в принципе все спокойно типа снимается вот здесь есть такие вот пазики которые щипцы залазят да конечно не каждые щипцы туда попадут но большая часть попадет что касается самой колодки все привыкли ее снимать сбоку но на самом деле на моей практике да вот где я был я видел немало кальянчиков кто снимает не сбоку колодку а сверху то есть вот так вот таким образом зажимает поднимает и так далее на второй колодке это тоже не составляет особо большого труда вот те вот отверстия для тяги которые я вам показывал на видео поближе туда отлично становятся опять же конечно не все щипцы но тем не менее становится секунду не попал вот таким вот образом у меня конечно тут жирная коса . таким образом все вы можете продуть что угодно сделать я это делаю сейчас с угольками в колодке никакой тут не магии ничего нет то есть в принципе не составляет это особо большой запары и так далее не знаю почему на это обращали многие внимание но на самом деле я думаю что этот миф тоже может можно разрушить чисто за счет практики то есть чем больше вы работаете с колодкой тем быстрее вы к ней привыкнете найдете каждый для себя удобные способы вот как снять там крышку как снять саму колодку и так далее насколько я помню я уже работал тогда когда появился первый колаут с ним тоже были проблемы не каждый был привыкший к работе с ним да поэтому возникали там особые трудности скажем так вот поэтому здесь я думаю тоже все все дело только во времени вот как-то так переходим к следующему мифу миф под номером три это вот эти вот зубчики да которые созданы якобы для того чтобы не тух уголек так ли это на самом деле если вы помните то буквально там пару лет назад появились китайские колодки да там которые стоят типа 45 долларов уже с пупырышками внутри но эти пупырышки были очень маленькие соответственно многие продавцы говорили возьмите лучше вот этот колаут потому что на нем угли не будут тухнуть люди брали угли тухли все типа то же самое как и с обычной колодкой здесь друг немного другой уже принцип то есть вот эти зубчики как было видно на видео достаточно высокие достаточно большие соответственно больше воздуха там циркулирует и если положить туда три нормальных разогретых докрасного уголька в принципе это хватает на 40-50 минут курения как бы без проблем то есть это вы положили три уголька накрыли крышечкой и в принципе типа сеанс курения как бы для одного человека это вообще с головой ну на компанию это уже скажем так как повезет кто как курит как бы ничего не тухнет ничего не происходит там но если же сравнивать с первой колодкой то там похожая история минут на 40 трех угольков хватает с головой опять же вы их тоже кладете и в принципе там 30-40 минут можно абсолютно ничего с клеяном не делать если уголь нормальный это был третий миф который я тоже думаю что разрушен и четвертый миф последний который это лично я нашел в интернете это то что колодка не подходит под 70 процентов чаш меня типа сразу смутил этот текст который я прочитал на просторах интернета я решил сразу же проверить его вот как только получил call out 2 у меня дома порядка 150 чаш и ну процентов 80 может быть 85 это чаши которые по своему диаметру идеально совместимы с первой версии коллода соответственно и вторая версия подходит на них без проблем остальные там 15-20 процентов это больше чашки под фольгу как бы на них можно было поставить первую колодку но там где-то отверстие для тяги становилось на стенку чаши где-то еще какие-то проблемы ну в общем такое они как бы и не совсем идеально подходили под первую колодку но 2 на них не становится в общем да это факт но тем не менее под большую часть чашек колодка 2 подходит не знаю откуда такие заблуждения возможно это все было так чисто на глаз сделано но в принципе вот до основные типа эллины большие гармошки вот у меня турка от густа болс никаких проблем абсолютно никаких проблем вот в принципе на этом и все что касается мифов что касательно ценника до ценник 65 долларов это розничный ценник в америке но плюс-минус такая же цена должна быть и на просторах снг кстати говоря пока сейчас по-быстрому вспомнил хочу передать привет и большую благодарность компании воскуримся это официальный представители в россии колауда благодаря им в принципе колаут номер два попал ко мне в руки и благодаря моим украинским хорошим друзьям которые делают украинские чашечки компания green balls которые мне собственно и привезла этот второй колаут вот вернемся обратно к ценнику 65 долларов да вы сами видели насколько круто это все упаковано но это такое это типа как в моем понимании это iphone в мире колаудов то есть я не знаю никакую другую компанию которая настолько вот прям круто упаковывает свои продукты возможно какие-то кальяны да но это не так круто смотрится вот как с маленьким каким-то девайсом как колодка номер два плюс сама колодка да у нее очень крутой внешний вид то есть для дома это очень прикольно да я не знаю зарисоваться перед кинутами у которых нету второй колодки вот смотрите какой облатной так в принципе по своим техническим скажем так характеристикам лично меня она устраивает полностью и что касается технических характеристик и что касается курения и что касается удобства но опять же удобство это я к ней скажем так привык за две-три недели использования буквально каждый день там по два-три кальяна я делал на этой на этом колауде вот как то так все таки вам решать стоит ли колауд своих денег или не стоит брать его или не брать вот в принципе и все вот такое вот мое мнение насчет нефов насчет самой колодки я не могу сказать что это будет дешево да для заведений там брать прям большое количество но тем не менее это прикольно это необычно это что-то новое не прорыв конечно какой-то не намного это удобнее и лучше первой колодки но тем не менее имеет место быть очень даже на этом принципе и все нажимайте на подписаться на колокольчик там оставляйте лайки побольше побольше кто уже экспериментировал вертел в руках колодки оставляйте свои впечатления в комментариях и обязательно все прочитаю у кого какие-то вопросы тоже пишите в комментариях всем отвечу не забывайте делиться своими крутыми миксами со своими друзьями любите своих женщин пока пока